Не зря говорят, что каждый человек забирает с собой во взрослую жизнь всё то хорошее, что его окружало в детстве. Так случилось и с Алексеем Погожевым, молодым брестским мастером. Много лет он вынашивал в себе идею создать цикл работ о родине своих предков, о неповторимом полесье, от которого ему и сегодня веет тем теплом и уютом. А на ум приходят первые уроки рисования. И первый учитель – дедушка, художник-самоучка. У меня дедушка был не профессиональный художник, он художник-самоучка. Он работал в масляной живописи и занимался тем, что делал копии известных художников. Я, наблюдая за этим, мне невольно захотелось тоже попробовать. Ну и, как говорится, и пошло, и поехало. Сначала делал копии тоже художников известных и в основном пейзажистов. Ну и как-то вот так вот начал вырабатывать какой-то свой стиль. Именно полесьские пейзажи, то есть я принципиально в этой выставке посвятил именно полесьским местам, потому что полесье, ну моя родина, родина моих предков, и колорит, именно ландшафт, именно полесьских пейзажей мне очень близок. Свою первую творческую экспозицию Алексей Погожев выставлял в 2003 году в стенах излюбленной брещанами галереи «Беллард». Именно здесь, будучи еще студентом Брестского государственного университета имени Пушкина, он сделал первый шаг на пути постижения пейзажного искусства. Однако сегодня, как отмечают организаторы первого вернисажа мастера, многое изменилось, в том числе и в стиле самого художника. Эта выставка, конечно, заметно отличается от той первой студенческой. Выросло мастерство. У него больше как-то такое вот было в живописи, больше как-то плакатного такого направления, а сейчас более мягко он стал писать. Свой второй персональный вернисаж Алексей Погожев посвятил супруге Алле и маленькой дочурке, которая появилась на свет за день до торжественного открытия выставки. Работу в этом направлении молодой мастер пообещал продолжить и заверил. Дальше будет что-то новое и интересное.